Всем привет! В эфире очередной выпуск программы «Байтас Афлайф» и сегодня у нас в гостях в студии Медиа Кафе известный политический деятель, лидер Народной партии Казахстана Ирмухаммед Кобеденович Ертезбаев. Ирмухаммед Кобеденович, рад Вас видеть. Добрый день, Ирман, тоже рад видеть. Согласен, что... Благодарю Вас, что Вы приехали к нам в студию в Медиа Кафе в Алматы. Вопрос, главный, который стоит на повестку, и с него я хотел бы начать, это, конечно, предстоящий в нашей стране референдум. Ну и вопрос звучит просто. Зачем началась вот эта реформа конституционная и почему такой большой вопрос, обширно столько вопросов выносит именно на референдум? Арман, я вот что предлагаю. Полностью абстрагироваться от этих камер, как мы с тобой обычно встречаемся, или у меня дома, или у тебя. Вот. И откровенно поговорим, да? Давайте откровенно, с удовольствием. Значит, я вот даю такой ответ. Нужно отсылку сделать к январским событиям, иначе мы не сможем в полном объеме ответить на этот важнейший вопрос. Зачем нам нужен референдум? Зачем вот эти поправки президента Тукаева именно через всенародный референдум? 4 января началась казахская народная революция. Это мое твердое мнение, и я очень горжусь тем, что как политолог, как политик единственный в Казахстане назвал вещи своими именами. Это была народная революция. Но 5 января уже утром началась контрреволюция. 6 января, когда боевики частных силовых структур, террористы, мародеры, убийцы, можно сказать, вышли на улицу, чтобы скомпрометировать весь этот народный протест. Это, ну, образно говоря, прерванная была революция. Понимаете, да? Поэтому сейчас глава государства, президент Тукаев, он выступает не как главный носитель власти еще, да, который предлагает все эти поправки через всенародный референдум провести. Он еще на острие, если хотите, народного возмездия и вот этих всенародных требований, новой политической надстройки, нового государственного политического устройства, новой социально-экономической модели. Понимаете? Поэтому главе государства для того, чтобы вести диалог с этими реакционными консервативными силами, которые потеряли власть политическую, но отнюдь не потеряли экономическую власть, нужна всенародная поддержка с тем, чтобы он уже на совершенно другом качественном, если хотите, уровне, разговаривал, вел диалог с ними в плане возвращения хотя бы тех же, вспомни, 146 миллиардов долларов. Ну, кстати, про них сейчас все меньше и меньше, почему-то говорят, очень странно. Вот, вспомни, он в начале марта дал правительству сколько? Два месяца, чтобы они тщательно изучили и дали четкие и конкретные предложения. Ну, пока еще мы не слышим какие решения. Пока мы не слышим, поэтому, а народ-то это все помнит, знает, по-прежнему общество очень сильно политизировано, очень большие ожидания от этого референдума. Я поездил по регионам и вот глубоко убежден, что явка будет. Мой прогноз 65-70 процентов. Это высокая явка. Это очень будет высокая явка. И причем, Роман, я беру по минимуму. Почему? Потому что я слышал, многие Акимы собираются там дешевый сахар, продукты, как обычно, вот эти, торговлю товарами устроить на избирательных участках. Старые методы. Причем я никогда не разделял вот такие подходы, потому что человек придет, конечно, он с удовольствием наберет этого сахара, но как он проголосует, это еще неизвестно, правильно? Тем более я просто с тревогой наблюдаю, что в ТикТоке, в Ватсапе, везде идет вот идет самая настоящая идеолого-политическая такая война информационно-психологическая. Причем хорошо проплаченная. Очень мощно проплаченная. И еще раз мы с тобой, Арман, возвращаемся к чему? К тому, что реакционные консервативные силы, проигравшие политическую власть в январе, остались при деньгах, и они сейчас очень заинтересованы в том, чтобы референдум провалился, чтобы явки не было. Идут самые, что ни на есть, провокационные такие нехорошие вещи, что вообще не надо ходить на референдум. В этом старая власть, скажем так, заинтересована. Это очевидно для меня. Ну, Юрий Мухаммед, раз вы сказали, как будто камер нет, свое мнение просто скажу. Мне кажется, что референдум, конечно же, состоит в мое мнение. Потому что, по сути дела, может быть, там все и не вникают в суть всех поправок, которые делают в Конституцию, но запрос на реформы, запрос на эту идею, Жанна Казахстан, Справедливый Казахстан, он очень высок. Люди придут, поэтому, я думаю, что сильно переживать по этому поводу не нужно. Арман, абсолютно прав. Я здесь добавлю вот что. Жанна Казахстан, Новый Казахстан и так далее. Это общая такая постановка вопроса. А конкретик это следующее. Именно этот референдум, поддержка всех статей 32, да, там поправок, 33 поправки, которые предложил глава государства по существу, да, это в конечном итоге же упраздняет и закон о первом президенте, и ряд других нормативно-правовых актов, вносит многочисленные поправки свыше 20 других законов. Ну, одним словом, реальная дорога для совершенно нового государственного политического устройства, новых правил игры откроется. Это для меня тоже очевидно. Больше всех, кстати, из всех поправок, которые делаются, поправки очень серьезные, интересные. Действительно, у нас перекраивается вся модель даже, так скажем, внутреннего политического устройства. Но больше всех, конечно, обращают внимание на то, что меняется статус Ельбасы, родственников, и на это обращают граждане, наверное, больше всего внимания. А что может измениться после 5 июня? Как Вы считаете, если поправки будут приняты? Мне кажется, ответ уже дал сам Нурстан Абишич Назарбаев в позавчерашнем интервью, которое очень сильно нашумело. Даниэр Ашимбаев, он дал интервью, в котором ответил на этот вопрос. Он же сказал открыто, что, во-первых, он поддерживает референцию, что он придет голосовать. Он неоднократно говорил, что курс в целом президента Тукаева он разделяет и поддерживает. А если его родственники виноваты и несут прямую вину за то, что не только в январе произошло, а в незаконном, допустим, обогащении и так далее. Все должно... Пусть они несут ответственность в судебном порядке. Поэтому позиция Назарбаева, на мой взгляд, это позиция государственника, позиция первого президента. И я, как человек, который 12 лет был его советником, испытываю глубокое удовлетворение от того, что он поступает в данной ситуации как государственный муж, интересы Казахстана, стабильного, устойчивого развития нашей страны, преемственности с 30-летним его периодом. Да? Ведь вторая республика, это что означает? Преемственность первой республики, да? Поэтому ответ уже дан на этот вопрос, и все будет зависеть от позиции новой власти, если хотите. Потому что 5-6 июня мы уже проснемся по-настоящему в новом Казахстане уже. Да. Согласен. Руслан Андреевич, действительно, он даже отметил, что его больше волнует то наследие, которое он оставляет. И он думает больше об этом, нежели о судьбе, что будет происходить с людьми, которые его окружали. Абсолютно. Арман, я буквально полминуты заберу, еще до Нового года, в интервью Гульнар Башкенова и ряда другим журналистам, как я говорил сейчас, Назарбаев озабочен более всего своим наследием, своим именем, войдет ли он в историю достойным образом и так далее. Поэтому все вот эти вещи, что интересы семьи, его родственников, для него очень ценны, дороги, все это ерунда на самом деле. Я просто как человек, который долгое время работал, я это знаю отчетливо. Кстати, еще вот вопрос. Почему выбрана была именно такая форма общения? Первый раз президент дал интервью, Ельбасы дал интервью отдельно только политологу, не обращаясь через Большу. Он же, как Ельбасы, может выступать через любое средство массовой информации. Форма выбрана какая-то удивительно необычная. Ой, не знаю, Арман. Я бы, конечно, сам с удовольствием, у меня есть свой YouTube-канал, сам с удовольствием взял бы интервью у Назарбаева. Я думаю, для тебя это вообще мечта была бы, да? Да, тоже с удовольствием, да. Представь, ну, Станович здесь сидит, у тебя в студии. За чашкой чая мы говорим, да, на эти темы. Это мечта, я думаю, всех журналистов. Ну, вот Даниара Ашимбаева выбрали, вот он тоже вошел в историю казахстанской журналистики. Громкое интервью, надо сказать. А теперь еще, Ирм Хаммед, к вам вопрос, раз мы беседуем в откровенную. Вы были депутатом первых созывов, который вот демократический парламент конца 80-х, начало 90-х. И уже видели, какой Казахстан может быть и как он работал в условиях, ну, парламентской или полупарламентской республики. Сейчас мы снова возвращаемся вот к той системе, мажоритарная система возвращается на 30%, и расширяется полномочия парламента. Не кажется ли вам, не может ли это быть того, что такой вот большой громоздкий парламент с длинным путем обсуждения тех или иных реформ будет замедлять само продвижение реформ? Нет, не кажется. Арман, ты понимаешь, в чем дело? Я вообще... Конечно, на референдуме я пойду так же, как и ты, и мы скажем, да. Ну, давай откроем. Ну да, новому казахстану, конечно. Вот видишь, нас уже двое. Теперь дело осталось за малым, чтобы еще 7 миллионов пришли, потому что там, ты же знаешь, 50% плюс один. Это вот приблизительно 6,5-7 миллионов надо, чтобы пришли на референдум. Это задача... Это серьезная задача, да? Сложная, да. Значит, я вот что хочу сказать. Мне представляется, что нам надо количественно и качественно увеличить все-таки парламент. Потому что я подсчитал, ну, возьми вот одномандатная округа. Один депутат от 400 с лишним тысяч. Мы тоже смотрели, да? Ну, это неправильно. Абсолютно. Даже конгрессмены США меньше имеют округа. Вот. Я считаю, ну, один от там 75 тысяч, да, это было бы очень, вполне нормально. Оптимально, да? Да. Я в свое время, когда стал депутатом в 90-м году, в моем округе, Ленинский округ города Караганда, было 35 тысяч избирателей. У нас было 360 депутатов. 360. Из них 270 были избраны в одномандатных округах. Но очень громоздкий был парламент. Он был... Очень. И решение права не очень сложно. Ну, хорошо. Возьмем парламент, Верховный Совет 94-го года. Там было 176 депутатов. Вот порядка полутора-ста депутатов приблизительно, да, это нужно обязательно. Тогда будет прямая действенная связь между депутатом. У него будет стой аппарат, помощники с этим округом. И так далее. Это очень важно. Это как раз вот в концепции слышащего государства. Вот. Почему? Потому что я был тоже сторонником упразднения, допустим, в Сенат. Нам нужен однопалатный парламент. Это все будет. Вот. Многие думают, что сейчас вот эти поправки внесут. И все. Это догмы на ближайшие 30 лет. Ничего подобного. Я глубоко убежден, что главная задача президента Тукаева политической, знаешь, какая будет? Все равно новая конституция. Потому что новый Казахстан нуждается в новой конституции. Эта конституция 95-го года, да, она была всем народом принята. Она свое отработала. В нее уже сотни и сотни было поправок внесено. Ну, она, многие оппоненты же говорят, что она штопана и перештопана, да. И с этой точки зрения новая конституция, всенародная ее по-настоящему подготовка. На это вот год-два, может, три уйдет, а может, еще больше. Это задача номер один для президента Тукаева. Да, я читал интервью. Вы еще, по-моему, в конце марта, начале апреля сказали о том, что нужна новая конституция для новости. Конечно. Десятки нужно круглых столов конференции провести, чтобы мы вот так, как с тобой, тщательно обсуждали, сколько нужно в одномандатном округе. Ведь, согласись, практически все хотели сделать 50 на 50. 50 по мажоритарному, 50 по партийному. 50 по партийному. Но почему сделали 30 на 70, непонятно. С этой точки зрения я, конечно, согласен с критикой оппонентов, которая звучала. Вот. И достаточно большой срок. 5 июня исполнится ровно пять месяцев, как Тукаев стал полновластным президентом. И он, начиная с января месяца, уже многие вещи, которые сейчас в поправке в Конституцию, он об этом говорил. То есть пять месяцев мы уже, так или иначе, все общество бурлит и обсуждает это. Ну, давайте теперь поговорим, действительно, о тех переменах, которые возможны или будут там после 5-го числа, если поправки будут приняты. Жанна Казахстан будет в действии. И ваше мнение, позицию вас лично как гражданина, позицию партии. Что вы считаете нужно сделать, в первую очередь, в экономике, для того, чтобы улучшилась жизнь страны? Первый вопрос сразу же. Будут ли пересматриваться итоги приватизации 90-х годов? Ваша личная позиция партии? Моя личная позиция, их необходимо пересмотреть. Я считаю, что такие предприятия, как Казахмыс, допустим, как, каким образом проходила приватизация, все прекрасно знают. И я считаю, это надо передать государственную, общенародную собственность. Народная партия, мы стремимся, слову государства, наполнить его содержанием, что это общенародная собственность. Чтобы каждый гражданин Казахстана имел свою, в хорошем смысле, ренту. Норвежская модель существует же, нефтяного фонда. Триллион долларов почти, примерно в одно и то же время. Рахим Ошакпаева, ты хорошо знаешь, это мой заместитель партии. Он сейчас привлек сильнейших экономистов. Они работают над тем, чтобы самым тщательным образом сам рук казна, чтобы каждый гражданин Казахстана стал акционером. И, кстати, есть цифры. В прошлом году, начиная с 2008 года, 1 триллион 800 миллиардов тенге из государственной казны было направлено. А дивиденды, знаешь, какие были? 450 миллиардов тенге всего. Ты представляешь, какой в высшей степени неэффективный менеджмент, который узкий круг людей оприходывает. И даже если эти 450 миллиардов разделить на 19 миллионов казахстанцев, получится по 30 тысяч тенге, включая грудных младенцев. Понимаешь, в чем дело? Какие деньги? А вспомни, когда по 42 тысячи раздавали во время пандемии, какой был ажиотаж. Да. На самом деле, при честном, ответственном правительстве эта схема вполне возможна. И дивиденды каждый гражданин Казахстана будет получать. Мы, во всяком случае, народная партия, нацелены на это, именно на такое. Единственная партия, в программе которой написано, социализм. Западноевропейский, скандинавский социализм. И здесь выдумывать велосипед не надо. Все эти схемы давно опробированы уже на практике. И они работают. Но сам механизм сложный. Вы же понимаете, что просто так свое имущество передавать-то никто не собирается? Значит, я скажу так. Для этого существует власть. Только власть имеет монополию на насилие. Знаешь, да, об этом? Поэтому глава государства, получив всенародную поддержку, на мой взгляд, будет действовать решительно и стремительно в политической трансформации и в социально-экономических преобразованиях. А что касается политики, первое, что я считаю необходимым, вот я, как руководитель Народной партии, мы сделаем заявление, наверное, я сейчас думаю, будет в ночь с 5 на 6 июня. Это у нас рабочий день, когда мы узнаем, сколько пришло, что референдум состоялся. Там уже будет ясно, сколько процентов поддержан. Первое наше требование – проведение в этом году парламентских выборов. Почему? Потому что законодательная и представительная ветвь власти, она, мягко говоря, нелегитимная. Вот. Единственная легитимная ветвь власти сейчас – это институт президентства. Вот. С этой точки зрения, я еще раз повторю, Арман, я уже в твоей студии говорил еще раз, я очень прошу центральную власть зарегистрировать в ближайшее время, вот, партию Булата Абилова, там, Санжар Букаев вроде собрал, да, там, Жанбулата Мамая, бедный Мамая, уже, я не знаю, третий месяц или он сидит. Я всегда выступал за всеобщую политическую амнистию. Я хочу, чтобы и Жанбулат Мамая был освобожден, потом из Киева наш оппозиционер приехал… – Нарымбетов, да. – Нарымбай, Нарымбай, Нарымбай и так далее. Почему? Потому что, ну, если же она Казахстан, если новый Казахстан, мы говорим, мы же не можем со старыми, там, методами репрессивного характера, значит, идти в новый Казахстан, понимаете, да? Поэтому я хочу, чтобы… Вот только в этом случае, да, новый парламент, он будет законен, легитимен и народ его признает. Да, будет тяжело в новом парламенте. Да, там будут споры, может, драки будут. Они во многих парламентах мира происходят. Но! Единственный способ существования парламента – это наличие в нем фракции политических партий, которые реальные политические течения в обществе… – Отражают, да. – Отражают картинку общества. – И придется идти по этому пути. Придется. А как? Политика – это всегда выбор между гибельным и неприятным. Неприятно идти вот на это, но надо идти. А если не пойдешь, тогда гибельный будет вариант. Тогда второй январь или второй, более мощный и более страшный взрыв может социально-политически случиться. Вот же в чем дело. – Ну, интересное заявление по поводу выборов, потому что любые выборы – это опять повышение ситуации, когда может возникнуть турбулентность и опять расшатываться ситуация, опять может быть горячая осень тогда. Не боитесь ли вы, что Казахстан там не выдержит еще одного потрясения? – Понимаете, в чем дело, Арман, вот я хочу с тобой возвратиться к нашей передаче 26 февраля. Неожиданно изменять тему. Помнишь, я дал прогноз, что если спецоперация затянется и до середины марта в Украине Путин не решит, то в этом году все режимы могут поменяться. Это мой прогноз, я от него не отказываюсь. Знаешь, почему? – До конца года вы сказали. – До конца года, да. А смотри, прошло всего 5 месяцев 2022 года, до конца года еще 7 месяцев. – 7 месяцев, да. – Я же говорил не только про Беларусь и Россию, я же говорил и про Казахстан. – И про Казахстан тоже, да. – Да, поэтому президент Укаев, ну не поэтому, я так считаю, он идет на опережение. Вот этот, именно всенародный референдум ему нужно, чтобы связать мертвых в хорошем смысле хваткой себя и, значит, народ, да. Через призму этого уже вести совершенно другой и в другой тональности разговор со всеми реакционами консервативными силами, которые мечтают. Арман, я 30 лет на госслужбе проработал, я знаю, что госаппарат очень многие скептически относятся к этому, они тормозят это, я вижу массу… – Наш действующий госаппарат, сейчас действующий госаппарат. – Да, ныне действующий госаппарат. И в министерствах, и в ведомствах находятся люди, которые привыкли к той старой вот этой политической настройке, к этой олигополии, где можно было припеваючи жить долгое время. То есть январь, он не произвел на них того, ну переоценка ценностей у них не произошла. – У народа произошла переоценка полностью. – У народа полностью. – Полностью. – Но вот те, кто привыкли к старости, у них не произошла, поэтому они как-то снисходительно, скептически относятся ко всем этим поправкам. Я просто не хочу называть фамилии, это нехорошо с моей стороны, я просто разговариваю со многими людьми, у многих скепсис. – Чиновники, вы имеете в виду чиновников? – Чиновники, да. – У чиновников, которые в Астане работают в столице? – Да, не только в Астане, я же и по регионам… – А, еще по регионам тоже такое? – Есть такой, да, какой-то такой скепсис и смотрят на это с недоверием, с непониманием и так далее. Не понимают тех процессов, которые начались у нас в Казахстане, понимаете? Поэтому я просто с тревогой смотрю и очень много топлю за этот референдум. Вот вчера выступал, сегодня с трудовыми коллективами постоянно. Вот вчера у меня классная встреча была на Алматинском заводе тяжелого машиностроения. Представляешь, в советское время там 10 тысяч было, сейчас 365 рабочих осталось. – 365 осталось? – И они делают продукцию, которую закупают Индия и Российская Федерация. – То есть работают? – Работают по-прежнему, да. В Кустанае, когда я ездил, ну, представь, там на заводе автопрома, там 800 рабочих с ними встречался. На Агромаш-холдинге 450 рабочих. И там сильнейшая интеграция с российскими производственными объединениями, сборка автомобилей. Ты прикинь, 750 тысяч автомобилей – это заказ только в этом году из Российской Федерации. Там-то санкции очень мощно ударили по российскому автопрому. – Для Казахстана очень большие перспективы. – Для Казахстана перспективы есть. – Да. – Лишь бы под вторичные санкции не попасть, остальное – это все нормально. Давайте вернемся, вот вы заговорили про госаппарат, и я вдруг соединяю еще одну вашу фразу. Действительно, президент дал двухмесячный срок на то, чтобы разобрались по выведенным из Казахстана более 140 миллиардов долларов. Это колоссальная сумма. – Да. – И двухмесячный срок уже действительно прошел. Почему до сих пор мы не слышим какого-то расследования, дела, шага? – Потому что нужны решительные действия. – Смотри, помнишь, мы с тобой говорили три пути? – Ага. – Национализация, конфискация и договорный процесс. – Ага. – Национализация предполагает выкуп. – Выкуп. – Ну, выкуп, он уже может быть большим, да? – А может быть и символическим. – Это договоренность, да. – Берется крупный гигант индустрии, который принадлежит олигарху, и просто, ты посмотри, что с российскими олигархами, да, случилось, когда их активы арестовывают во всем мире, но там война идет, там санкции. – Нет, арестовывают активы на Западе, в России самой-то не арестовывают активы. – Вот смотри, а теперь я говорю, ситуация складывается в стране такая, когда глава государства, пользуясь всенародной поддержкой, предпринимает вот такие меры, о которых я обозначил. – Ага. – Далее, они могут уехать за границу. Глава государства, тем более президент Укаев, который пользуется мощнейшим авторитетом и в мире, в мире он гораздо, кстати, больше, чем внутри Казахстана, он просто туда делает запросы на возврат активов, и все. Почему бы в январе случилась эта бойня? Потому что старые реакционные силы, члены клана, да, семьи первого президента, олигархат, они же прекрасно понимают, что потеря политической власти – это потеря экономической и финансовой власти. в этом особенность государственно-олигархического капитализма, вот в чем дело. – Главное, самый источник, да, богатство получается в комбинации с госаппаратами. – Да, поэтому… – Народ требует сейчас, вот я очень много поездил, да, когда встречаюсь с людьми на местах, с трудовыми коллективами, с ними общаешься, и я вижу одно – они этого требуют, вот в чем дело. – То есть вы считаете, что нужна конфискация? Никому ничего не прощать, все дела перес, потому что есть еще тенденция такая, что ребята сказали, все, закрыли строительство, забыли про это. – Мы с тобой говорили, про национализацию сказали, конфискацию сказали, да? Третье, я говорил, договорный процесс, договорный, знаешь какой? Вот конкретика, чтобы много не размышлять. Сколько? 146 ярдов. Один процентов вам хватит, и все. Живите где хотите, вас никто трогать не будет, а остальное все возвратите в бюджет страны. У нас 92 миллиарда долларов есть в нацфонде, плюс эти 146 миллиардов, гигантские перспективы, плюс с этими санкциями против России, для Казахстана откроется широчайшее поле для необыкновенного скачка такого, понимаешь, в социально-экономическом, рыночном развитии. – Единственное, что вот эти 140 миллиардов, 146, по-моему, вернуть будет очень и очень трудно. – Ну, значит, при желании можно вернуть достаточно быстро, для этого нужна железная политическая воля, и если народ сейчас придет на референдум, поддержит все поправки, президент будет настроен решительно, и в кратчайшие сроки это все можно сделать. Вот. Это, кстати, прекрасно понимает и первый президент, поэтому он дал это интервью, оно не случайно вышло. Там главная мысль именно эта, если они виноваты, пусть несут ответственность в судебном порядке и так далее. – Жесткая, конечно, перспектива, но, наверное, в реформы по-другому. – Арман, а в противном случае зачем референдум тогда вообще проводить? Тогда можно было это все сделать, там, как обычно это делали, там, в парламенте и так далее. Референдум имеет смысл только в этом, в этой плоскости. – Угу. Вы работаете с администрацией Тукаева. Иртазбаев умеет быстро переворачиваться, переобуваться в полете, да. Как вы к этому относитесь и вообще прокомментируете, конечно же. Ваше мнение надо знать. – Значит, я государственник. Я всегда поддерживаю не личность как таковую, понимаешь, а институт власти прежде всего. И с этой точки зрения, если взять за 30 лет независимого развития, самый зримый, осязаемый, мощный, действенный, конечно, его можно критиковать, но это реальный институт власти, институт президентства. Понимаешь? Вот. Ну, ты возьми судебный ветв власти, она притчевый языц их стала, да, или возьми законодательно-представительный орган власти, который, помнишь депутата, который предлагал золотой памятник в декабре построить Назарбаеву, а в январе уже президент Утукаеву. Ну, правда, молодой такой, ему 25 лет, но это отражение нынешнего законодательного представительного органа власти, да. Поэтому я всегда служил институту власти. Третьим президентом станет Арман Байтазов. Я буду за тебя топить не как за личность и персону, а то, что ты стоишь во главе государства Арман. Почему? Потому что для Казахстана этих 2 миллионов 724 тысяч квадратных километров с маленьким населением 19 миллионов. Нам надо всегда очень сильная, мощная, эффективная президентская власть. Понимаешь, в чем дело? Вот. Поэтому я не понимаю вот этих проплаченных, вернее, понимаю, блогеров проплатили, вот эти антитукаевские нападки постоянно идут, жесткая критика там президента и так далее, да. И они для меня политические враги, не просто оппоненты, критиканы там, да, а это политические враги. Я знаю, с ними надо вести очень жесткую, бескомпромиссную борьбу. Потому что 2 январь он может превратиться в полнейшую охлократию уже. Вот. Полнейшую. Вот. Поэтому вот те люди, которые сейчас надеются на то, чтобы сорвать референдум, да, ну мы уже поговорили над тем не менее, они очень близоруковую политику ведут. Они даже не понимают, что если, значит, референдум будет сорван, не состоится, и не дай бог их идеологические позывы и посылы сыграют свою роль, да, контрреволюционную, скажем так, да, то они даже не понимают, что во второй раз разделенный народ их разнесет уже напрямую. Все сметет, да. Все сметет, да. Поэтому давайте не забывать этого. Давайте не будем забывать 238 унесенных жизней в январе. Они что, просто так что ли отдали свои жизни, если уж на то пошло. Вот. Поэтому народ, еще раз повторюсь, он требует справедливости прежде всего. Угу. Во все времена, во всемирной истории, основой всех революции было вот это вот чувство справедливости нету, понимаешь. Через всенародный референдум есть возможность справедливость восстановить. Но хорошо то, что продекларировано, что жена Казахстана это в первую очередь справедливый Казахстан. Будем теперь смотреть, как это будет притворяться на деле, да, что тоже очень важно. Одно дело декларирует, другое дело как бы внедрять по сути. Еще один вопрос, теперь уже связан с масс-медиа. Многие, кстати, говорят, что вы стоите за очень интересным таким анонимным интернет, ой, телеграм-каналом «Нордсултанский Соловей». Да, он, во-первых, скажите «да-да» или «нет». Нет, конечно. А вообще, насколько вы внимательно смотрите вот эти анонимные телеграм-каналы, как сильно они на вас влияют или влияют на общественное сознание? Ну, у меня есть, так сказать, приятели мои, там, родственники, есть аппарат в партии, да, которые засмеют. Конечно, они меня снабжают. Ну, вот эти всякие «Нордсултанский Соловей» или «Есть злобная таттешка». «Дикая орда». Господи, «Дикая орда» так прочитал брезгливый и бросил дальше. Ну, Арман, ты же… Не тратите свое время. Ты медийщик почти с 30-летним стал. Кстати, ты в 92-м году закончил журфак. Да, в 92-м году журфак. Интернет-ресурсы, они связаны с администрацией президента. Там есть люди, которые курируют это. Они действуют по принципу «разделяй и властвуй». Понимаешь, да? Ага. То есть, это… Вспомни со времен Рахата Алиева, который курировал Азиопу и прочее. Это давняя уже традиция. Ну, да. У нас, тем более, что еще народ готов читать всякие калиспетологические теории и любит народ читать между строк. Еще один вопрос. Вас считают, кстати, пророссийским политикам, знаете? Но, с другой стороны, я видел ваш ответ Тиграну Киасаяну и вот этой территории, которая вокруг всего этого поднялась. Вопрос к вам… Скажи, Арман, как ты считаешь, пророссийским политикам это быть, это что, преступление? Нет, я спокойно отношусь. У каждого может быть своя позиция. Тем более, что вы как наследники коммунистической партии, вам так или иначе нужно будет сотрудничать с российскими коммунистами. Политика государства определяется его географией, да? И северный сосед был, есть и будет. И моя позиция жить с ним в добрососедских, в очень хороших, доверительных отношениях, как это обозначил Путину во время последнего визита, он сказал, образцовые отношения с Казахстаном, да? И я не хочу, чтобы у нас победили политиканы, которые призывают выйти из ДКВ, с жесткими нападками на Путина там нападают. Это вот в Украине, помнишь, да, Путин Х называли, да, целые митинги проводили. И когда Путин 23 февраля говорил, вы хотите декоммунизации, вы ее получите, да? Я не исключаю, что там был элемент даже лично его мести. Понимаешь, в чем дело? Это страшно, когда политик в таком уровне привлекает эмоции вот эти вещи. Это страшно, да? Тем более ядерная держава. Это неправильно. Я тебе скажу, Арман, это страшно, но это не наша война. Понимаешь? И глава государства, на мой взгляд, только придерживается единственно верной, точно выверенной политики. Понимаешь, у нас такой своеобразный нейтралитет. Поддержать открыто Россию, получить санкции против себя, да? Поддержать Украину, испортить отношения с Россией, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Нам сразу КТК перекроет этот трубопровод. Уже перекрывали даже? Да, там была авария, сейчас работает все нормально. У нас сейчас высокие цены на нефть. Я еще раз хочу повторить. Я, в отличие от всякого рода политиканов, государственник, я думаю о многонациональном казахстанском народе, чтобы все беды обошли нашу страну. Как бы это цинично не звучало, пусть война будет там, это не наш выбор, но лишь бы у нас было все спокойно и пусть меня обзывают, как хотят. Вот и все. Ермухаммед, но вы же как умный человек, как политолог, как лидер партии, не можете не обратить внимание, что слишком часто среди политического истеблишмента России звучат опять территориальные претензии. Даже со слов лидера думских фракций это озвучивалось. Но это не значит ли, что это есть целенаправленно какая-то политика или системная работа? Арман, мы же с тобой сто раз говорили. Ты сейчас упомянул Кеусаяна, я ему дал ответ. Тебе понравилось? Мне понравилось. Там 216 тысяч отзывов и масса отзывов, кстати, многие из Российской Федерации. Я разгромил его позицию, я просто отслеживаю тоже, мне интересно было. Очень много отзывов оттуда, положительных. И все подчеркивают, мы казахи и русские как жили в дружбе, так и будем жить. Отлично. Я посмотрел твой стрим, тоже великолепный, там 700 почти тысяч просмотров. Ну и замечательно. Мы отвечаем же на это, правильно? Свободу слова не запретишь. Но, самое главное, Путин, председатель сената Матвиенко, министр иностранных дел Лавров, я имею ввиду государственную политическую. Они что, они разве занимают антиказахстанскую позицию? А вот эти отдельные депутаты, так им отлуп дали уже, более чем достаточно. Бедного Киасаяна, я не знаю, там тысячи уже казахстанцев затравили, в буквальном смысле. Он уже не рад, даже оправдывался уже, что не то имел ввиду и так далее. Ну так тоже, знаете, аккуратно оправдался. Еще один большой вопрос касается деятельности вашей партии. И в одном интервью вы говорили, что, подчеркиваю, что главное богатство нашей страны это люди. Да. Но в то же время мы видим с другой стороны, что у нас большая проблема с занятостью, с трудовой занятостью. Что делать? У нас с одной стороны очень хорошо то, что население растет. По данным за 2021 год родилось 450 тысяч человек. Целый областной город. Да. Это круто, это хорошо. А с другой стороны, здесь проблема чем их занимать? Что делать? Что предлагаете вы? Что предлагает партия? Это ключевой вопрос, я считаю. Потому что, ну вот, справедливый Казахстан, можем долго говорить, если у людей нет работы, если у него нет стабильности. Арман, это очень большая, сложная, трудная тема. С одной стороны, я безмерно рад, что у нас такая высокая рождаемость. С другой стороны, да, у меня очень большая тревога. Почему? Потому что, как политик, как политтехнолог, я знаю, что каждый год десятки профессий исчезают. Они исчезают, да. Роботизация, компьютеризация, дальнейшее вот это развитие новейших технологий, они уничтожают каждый год десятки профессий. И чем вот новорожденный, какую работу получит через 20 лет, через 25 лет, это такая тревога. И, Арман, ты знаешь, я вот скажу, мы с тобой, да, жили в самое счастливое время. Мы жили в Советском Союзе, видели эту одну систему, мы жили в рыночные времена, мы видели становление, рождение независимого Казахстана. Независимого Казахстана. Но вот нашим детям и внукам я, честно говоря, не завидую. Особенно прочитав вот эти три знаменитые книги. Харари, да, 21 век, каким он будет. 21 урок для 21 века. Это просто 21 урок для 21 века. Я думаю, господи, вот это наше молодое поколение, сколько им предстоит испытаний. И поэтому вопрос сложный. Но я отвечу коротко. Я вот когда был в Кустанае, да, я специально туда поехал, чтобы убедиться, как идет сборка автомобилей. Потому что много же нападок на Казахстан. Очень много, да. Автопром любимая тема всех блогеров в Казахстане. И вот смотри, я когда приехал, я посмотрел, я увидел, там создан кластер где-то 20 тысяч рабочих инженеров. Это будет цвет производительных сил Казахстана. Нам таких заводов еще надо с десяток открыть, чтобы мы приобретали производственно-технический опыт. А позиция главы государства знаешь какая? Без машиностроения нет суверенного государства. Нам надо его так или иначе все равно развивать. Арман, ну давай честно. Двигатель внутреннего сгорания мы не сделаем. Вот ближайшие там 50-75 лет. Мне кажется, и смысла нет. И смысла его нет. Я почему говорю, Малайзия пыталась сама сделать двигатель. И так и не получилось у нее. Но сборка автомобилей, да, и не просто сборка, а в конечном итоге, чтобы локализация все время росла. 30, 40, 50, 60 процентов. Но это десятки и десятки тысяч рабочих мест. А самое главное, это же такой мощнейший опыт. Это же, извини меня, не в какой-то там непроизводственной сфере криптовалютой заниматься. Это высококвалифицированная рабочая сила. Это, понятно, образованные люди должны быть. Это цвет производительных сил будет страны. Это гордость нации и машиностроение. Мы, наша партия поддерживает. Автопром мы однозначно будем поддерживать. И вот были нападки на BI Group, да, что они там монополисты там и так далее. Школы дорогие строят. Я посетил школу Бином. Просто потрясен был. Таких школ нужно сотням у нас в Казахстане, да. Я поддерживаю производство, строительство. Поддерживаю позитив вообще как-то. Потому что негатив уже вот так вот осточертел. Все оппозиционные... Нужно поддерживать всех людей дело. Кто что-то делает в Казахстане, нужно поддерживать. В этой части я с вами согласен полностью. Как ты очень хорошо сказал. Людей дело, дело, дело. Почему? Потому что республика расшифровывается наше дело. Наше дело. Да, наше, общее дело, да. Поэтому вторая республика это будет, это будет страна, в которой поддерживают тех людей, которые делом занимаются, а не словесным поносом там. Ясно. И.Р. Кобеденович, я вот с удовольствием продолжил бы беседу еще. Но я понимаю, и у вас время плотное, и у нас график. Давай договоримся после референдума. После референдума еще раз поговорим. И вообще про идеи социализма у меня были вопросы к вам, как к историку и как к лидеру партии. Насколько они живы будут вообще в будущем. Дорогие казахстанцы, все на референдум. 5 июня мы должны такое единение проявить. Вот сделать праздник. Всенародный праздник. И чтобы глава государства видел, что мы не просто пришли, мы активно поддерживаем его и ждем от него решительных действий. Спасибо, Армадович, что пригласили. У меня остается только попрощаться. До новых встреч в эфире уже на следующей неделе. Всего хорошего.